МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Корректировки в бюджет, состав молодежной палаты и присвоение звания почетный гражданин города обсудили депутаты на заседании Думы. Правительство расширяет льготную ипотеку. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. В Сарове прошел живописный симпозиум «Арт-локация» в рамках программы «Территория культуры Росатома». Подробности далее. Галерея почетных граждан скоро пополнится еще одной фотографией. Единогласно депутаты присвоили звание почетного гражданина города Сарова Александру Петровичу Федотову, старейшему работнику Федерального ядерного центра. Он работает на заводе с 1949 года. участвовал в разработке самого первого заряда и, конечно, всех последующих. У него огромное количество наград, государственных наград. Это признанный специалист в области заряда строения. И его трудовая деятельность по сей день позволяет получать такую серьезную экспертную оценку той работе, которая ведется по зарядовой тематике и по сей день. Еще одно решение касалось создания в Саровой молодежной палаты. Туда вошли 15 человек от разных предприятий и организаций, общественных объединений и спортивных федераций. Также депутаты утвердили корректировку бюджета. Текущая корректировка подразумевает выделение дополнительных средств на покупку автобусов для муниципального предприятия «Горавтотранс». Это пять новеньких автобусов средней вместительности. Кроме того, выделение дополнительных средств на завершение строительства школы 11. Кроме того, депутаты запустили новый этап программы инициативного бюджетирования «Вам решать». Уже заявлено 24 проекта, которые будут претендовать на получение областного финансирования. Эта программа – прекрасная возможность жителям самим выбрать территории, которые будут благоустроены в следующем году. С 15 января на сайте вамрешать.рф можно отдать свой голос за понравившийся проект. Это установка мафов во дворах, расширение проездов, озеленение территории, устройство освещения и так далее. Голосование продлится месяц. До 31 декабря объявят победителей. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Программу льготной ипотеки в нашей стране запустили в прошлом году. Россияне могли взять кредит на покупку квартиры по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальный размер суда составлял 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей. И 6 миллионов рублей для остальных регионов. В этом году условия программы изменились. По поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку. Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов. Программа была запущена в прошлом году как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли. Она вызвала большой интерес у наших граждан. Ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых. И льготная ипотека была пролена еще на 1 год до 1 июля 2022 года. По решению президента государство помогает полностью или частично погасить ипотеку родителям, которые воспитывают трех и более детей, при условии, что самый младший ребенок родился после 1 января 2019. В этом году на эти цели направят дополнительные средства. Каждая такая семья сможет получить 450 тысяч рублей. Сегодня дополнительно направлен 14,5 миллиардов рублей для компенсации им платежей по жилищным кредитам. Это позволит помочь более чем 32 тысячам многодетных родителей. По словам Михаила Мишустина, льготная ипотека стала одной из самых востребованных мер государственной поддержки. В связи с чем в текущем году правительство увеличило ее финансирование по сравнению с прошлым годом более чем в полтора раза. Практически до 69 миллиардов рублей. В этой школе номер 20 учился подполковник юстиции Константин Иванович Васильев. Он окончил Краснодарское военное училище ракетных войск. В 1997 году он поступил в военный университет Министерства обороны. Служил в Иркутске и Чите. А с 2000 года он проходил службу в Москве. Сейчас не все знают имя Константина Васильева. Но о теракте на Дубровке помнит вся Россия. Захват заложников на Дубровке в Москве начался 23 октября и продолжался до 26 октября 2002 года. Группа из 40 вооруженных чеченских боевиков в течение трех дней удерживала 916 человек в здании театрального центра, работников, зрителей и актерский состав мюзикла «Норд-Ост». По официальным данным погибли 130 человек. Услышав о захвате, Константин Васильев со служебным удостоверением вошел в здание и самовольно вступил в переговоры с террористами. Он хотел отдать себя в заложники, чтобы ценой своей жизни спасти других. Но боевики не поверили русскому подполковнику и расстреляли его. На момент смерти Константину Васильеву было всего 35 лет. Мама Константина, ныне покойная Надежда Степановна, добилась того, чтобы в Сарове, в 20-й школе, где учился ее сын, был устроен уголок памяти. В 2004 году подполковник Константин Иванович Васильев посмертно награжден Орденом Мужества. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Более сотни заболевших каждый день. Около 20 госпитализаций в сутки. Ситуация с коронавирусом продолжает осложняться. Среди тех, кто лежит в больницах, 70% – люди старше 60 лет. Всего за весь период зарегистрировано более 19,5 тысяч заболевших. 13 720 из них в 2020 году. Среди заболевших есть и привитые. Если мы берем на заболеваемость всю общую, рассчитываем число заболевших, у нас получается 6% привитых с иммунным ответом. Если мы берем только 2021 год, тогда это получается 20%. Практически все привитые, заболевшие уже с выработанным иммунным ответом, они болеют легко, в отличие от непривитых заболевших. Даже сделав прививку, нельзя забывать о профилактике. Вакцина нужна, чтобы минимизировать риски тяжелого течения заболевания. Бывает, что вакцинированные попадают в стационар в состояние средней тяжести, но это единичные случаи. Есть отдельные случаи тяжелого течения или дальности, но они единичные. И в основном это у тех людей, у которых, конечно, очень низкий иммунитет и наличие тяжелых заболеваний. А потом вы знаете, что около 10% на вакцину не реагируют. То есть у них иммунитет не вырабатывается. Медики настоятельно рекомендуют, не откладывая, сделать прививку. Сейчас привиться можно спутником ВИИ. Спутник Лайт пока закончился. Через несколько дней после введения второго компонента на госуслугах должен появиться сертификат с QR-кодом. Если его нет, обращайтесь в управление КБ-50 или в поликлинику. Что касается готовности больницы к притоку новых заболевших, то для пациентов с коронавирусом подготовлено 290 коек. Занято пока порядка 270. При необходимости добавят новые места. Часть пациентов отправляют в медицинские организации Нижнего Новгорода. На сегодняшний день у нас заложен инфекционный корпус, неврологический корпус, терапевтический корпус, но не полностью. В плане резерва рабочей силы то здесь, конечно, существует, конечно, и предел. Но если будет какой-то предел, то будем просить дополнительной помощи у ПОМЦа или у ФМБА России. По новым нормативам результаты МОСКА на ковид пациенты теперь должны узнавать через 24 часа, а не через 48, как раньше. Но надо учитывать, что тест еще надо доставить в лабораторию, плюс после получения результата внести его в базу. Екатерина Опенова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. 38,5 миллиардов рублей на гранты малому и среднему бизнесу, а также социальным НКО выделит Кабмин. Новые меры поддержки, которые подготовили по распоряжению президента, предусмотрены прежде всего для отраслей, в которых предприниматели напрямую работают с населением. Это гостиничный бизнес, общественное питание, спорт, дополнительное образование, бытовые услуги, сфера культуры и ряд других. Мы должны помочь не только сохранить рабочие места, но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна пойдет на спад. Проект первого постановления уже подготовлен. Он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта. Сумма гранта будет рассчитываться, исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого занятого и позволит в том числе обеспечить выплату заработных плат сотрудникам. Дистанционный прием заявок на новые гранты начнется 1 ноября и продлится в течение полутора месяцев. Заявки будет принимать и обрабатывать Федеральная налоговая служба. Средства начнут поступать с 15 ноября. Рассчитываем, что такая мера позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около 3 миллионов человек. Кроме того, с 1 декабря правительство планирует запустить цифровую платформу поддержки малого и среднего бизнеса по принципу единого окна. Новый сервис откроет небольшим предприятиям, самозанятым гражданам и тем, кто планирует начать свое дело, доступ к полному пакету государственных мер поддержки и наиболее востребованным коммерческим сервисам. От помощи на старте до юридического сопровождения и профильного образования. В жилом доме в набережных Челнах вечером 25 октября прогремел взрыв. По данным МЧС, в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажки произошла утечка газа. Обрушились перекрытия, были разрушены шесть квартир. Ударной волной выбило окна соседних домов. Большинство жителей покинули здание самостоятельно, четверых извлекли из-под обломков спасатели. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице. По факту взрыва возбудили уголовное дело. Следственный комитет рассматривает две версии произошедшего. Некачественное оказание услуг по газоснабжению либо неправильная эксплуатация газового оборудования. По неподтвержденным данным, хозяину квартиры, где произошел взрыв, перекрыли подачу газа из-за неуплаты счетов. И утечка могла произойти в результате самовольной врезки в трубу. Взрывы газа в жилых домах происходят все чаще. Люди не соблюдают правила безопасности при ремонтных работах, не следят за исправностью газового оборудования, используют плиту для обогрева помещения. Первое, выжигает кислород, в результате чего может произойти затухание. Значит, конфорок с последующим выходом газа и срывом. А второе, значит, выжигает кислород, угарный газ выделяется. Плиту необходимо использовать только по назначению и ни в коем случае не оставлять газ зажженным на целые сутки или даже на ночь. Важно также запомнить, что замену и ремонт газового оборудования могут выполнять только работники газовой службы. Нельзя этого делать самостоятельно. Раз в год сотрудники обязательно проверяют в домах исправность работы газа. Если не открывают, значит, квартиру, мы приходим, оставляем уведомления о том, что, значит, был слесарь газовой службы. Также мы повторно ходим по этим адресам по несколько раз, пытаясь добиться того, чтобы доступ был стопроцентный. Чтобы избежать беды из-за утечки газа, специалисты рекомендуют устанавливать в квартире или подъездах специальные датчики и сигнализаторы загазованности, а также приобретать плиты, защитные системы и газконтроль. Также нужно запомнить несколько правил, если у вас в доме газовая плита. Чтобы всегда плита была чистая, соответственно, в случае запаха газа незамедлительно обратиться в газовую службу, открыть форточки, проветрить помещение, звонить по телефону 04, значит, сотового телефона 104 или 112. Также при появлении специфического запаха в помещении необходимо перекрыть все краны на плите и газопроводе. Звонок в аварийную газовую службу бесплатный с любого телефона и в любое время суток. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Алексей Буртасенков работает в монументальном искусстве, жанрах исторической картины, пишет натюрморты, портреты и пейзажи. Его полотна хранят в галерее разных стран мира. Секретами такого волшебного и чарующего искусства, как живопись, Алексей поделился с воспитанниками детской художественной школы. Трудно научить за три часа. Я думаю, все-таки учат педагоги. Педагоги очень серьезные у вас, я так уже вижу по их живописи. И много чего могут подсказать. Просто попробуем выявить слабые стороны, какие-то, может быть, упущения, которые со стороны виднее. Ребята должны были написать натюрморт акварелью за три часа. Юные саровчане старались словить каждое слово именитого художника. Алексей Николаевич посетил наш город в рамках живописного симпозиума «Арт-локация». Его красоты он уже запечатлел на своих полотнах. Красивое место показали, где старая была дорога, которая отвела к монастырю. И красивый вид открывается со стороны реки. А завтра еще до конца не определили сюжет, потому что и хочется и город написать, где творили создатели атомной бомбы, и в то же время еще какие-то места с Серафимом Саровским. Поэтому трудно, хочется все ухватить, объять необъятное. Живописный симпозиум реализуют в рамках программы «Территория культуры Росатома». Его цель – зафиксировать художественный образ городов Росатома и их окрестностей. Образ, который через время пронесет знания о нашей эпохе и людях, работавших в атомной отрасли. Наш город участвует в большом проекте, который охватил 10 городов присутствия Росатома. И мы девятые в этом списке. То есть предварительный тур, вот этот десант художников. Мы девятый город. И уже очень близкая итоговая выставка, которая пройдет в Москве в госкорпорации «Росатом». Московская выставка станет кульминацией масштабного проекта. Теперь саровские достопримечательности пополнят живописную коллекцию государственной госкорпорации «Росатом». Рисовать Александра Маркова-Ерошек любила с детства. Училась на подготовительном отделении художественной школе. Занималась на курсах дизайна и росписи по дереву. Самостоятельно изучала теорию и знакомилась с работами именитых мастеров и новичков. После окончания вуза стала работать инженером-программистом. Но любимое занятие не оставила. Закончила курсы для взрослых в той же художке. Отправилась в самостоятельное творческое плавание. Решение стать художником, я думаю, ну я уверена в этом. Человек вообще не принимает никак. Это должно быть некая такая внутренняя большая потребность. Вот и все. А дальше просто работай. Давать название своему стилю Александра не хочет. Говорит, что это дело других людей. Сама она характеризует его как смесь реализма, примитивизма и других жанров. Сейчас любимая ее тема – это портреты. На полотнах Александры ее дочь, друзья, знакомые. Любимому делу посвящена каждая свободная минута. Все, что остается после работы, все выходные, отпуска, все там. Ну, это жизнь моя. Я не то чтобы там… Это же не хобби. Это просто моя вторая жизнь. Так как мы ходим на работу, так же я после работы занимаюсь вот этим всем. Среди покупателей работы Александры не только российские ценители. Ее работы хранятся в частных коллекциях в Канаде, США, ЮАР. Свои картины художница часто выставляет. Недавно в художественной галерее завершилась персональная выставка «Александр. Человек и кошка». Ее работы висят в выставочных залах Москвы и Санкт-Петербурга. Сложно в самом начале в эту среду как-то войти. Потому что, ну, все равно, хочешь не хочешь, ты не придешь с улицы, да, и неизвестно, к неизвестно кому, да, ты не знаешь, к кому идти, и тебя никто не знает, и, конечно, это очень все сложно. Но когда постепенно в эту среду ты вошел, ты познакомился с людьми, люди тебя познакомили с другими людьми, через художников знакомимся с людьми, которые устраивают выставки, ну, постепенно. Часть работы Александра будет представлена на выставке художники Сарова в художественной галерее. Ее должны были открыть на Ночи искусств 28 октября, но из-за новых коронавирусных ограничений сроки пока сдвинули. Тем не менее, у художницы много творческих планов и проектов, в том числе и в виртуальном пространстве. Екатерина Опенова, Андрей Махмутов, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Дуэт Анастасии Кох и Глеба Дементьева существует уже пять лет. Учаясь на втором курсе музыкального колледжа, ребята решили попробовать сыграть ансамблем, обратились к преподавателю, выбрали произведение, и все закрутилось. За это время они участвовали и побеждали на многих областных и всероссийских фестивалях, покоряли жюри на конкурсах музыкантов, организованных Госкорпорацией Росатом. И вот музыканты взяли новую вершину, стали победителями второго международного фестиваля «Время гитары». Фестиваль собрал гитаристов из разных уголков России и ближнего зарубежья. В рамках конкурса прошло несколько концертов. Один из них организовали в Кафедральном соборе, другой – в галерейнику. Как признаются музыканты, побывав на таком мероприятии, они получили заряд творческого вдохновения и стимул для дальнейшего развития. Первое произведение – это была гитарная классика рубежа XVIII-XIX века, Фринанда Карульли, и веселый бразильский танец. В планах музыкантов расширять репертуар и почаще выступать на концертах. Я посещаю во время этих конкурсов мастер-классы, я смотрю, как преподают, как себя ставят, что дают детям преподаватели, которые там сидят в жюри, потому что, безусловно, все члены жюри, они также очень хорошие преподаватели, у которых есть тоже именитые ученики, победители. Смотрю, впитываю, интересуюсь, потом стараюсь это применять уже непосредственно в своей работе. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Международный фестиваль «Зодчество» – крупнейшее событие в архитектурном мире. Девизом конкурса в этом году стала «Истина». Каждый представил свое видение ответа на вопрос, что же это такое. Из года в год работы на фестивале представляют воспитанники детской школы искусств. В этот раз отправили пять проектов. Каждый из них совмещал работы, созданные руками воспитанников одного курса. У нас были представлены проекты «Архитектурные шляпы корабли», которые стали лауреатами. Дальше архитектурные окна. Потом маленькие дети у нас представили проект «Моя архитектурная планета». Это графические работы, где портреты были представлены в виде таких планет. Также ребята представили проект по архитектуре Древней Греции «Волшебная нить Ариадны» и «Архитектурные фантазии» на тему бионики. Четыре проекта были удостоены дипломов Союза архитекторов России, а работа выпускников школы получила звание лауреата фестиваля. Их проект – это как раз шляпы корабли, выполненные в разных стилях. Самое сложное было сделать макет корабля, так как нужно было продумать, в принципе, всю конструкцию, внешний вид, декор. И, собственно, сделать так, чтобы это все было гармонично смотрелось на голове. «Я делала архитектурную шляпу в стиле петок. Интересна тема близости природы и человека. И я хотела в этом показать в своей работе, показать вот эту вот тему». Каждая работа – это кропотливый и долгий труд. Например, этот китайский храм «Зеленой козы» Полина Пухова делала больше четырех месяцев. Это и сам рисунок, выполненный карандашами и маркерами, и бумажный макет здания. Создавая работу, Полина параллельно знакомилась не только с архитектурой Китая, но и изучала его культуру и обычаи. «Постепенно я изучала Китай, сам Китай, узнала много нового, когда делала работу. И мне очень понравился этот процесс». Познакомиться с работами воспитанников архитектурно-художественного отделения Детской школы искусств можно на онлайн-выставке. С 28 октября она будет доступна для просмотра на сайте школы и в группе учреждений ВКонтакте, без возрастных ограничений. Екатерина Апенова, Андрей Махмутов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. История клуба любителей православной книги в библиотеке Маяковского началась со встречи по книге «Несвятые святые» Архимандрида Тихона Шевкунова. Читатели собираются раз в месяц, чтобы обсудить произведения духовного содержания. На протяжении восьми лет клуб проводит литературные вечера, а также встречи со священниками и писателями. Художественная литература, она образно, очень как-то доходчиво объясняет те же самые духовные законы. Например, о жизни своих героев. Очень много у нас и вот сейчас в нашем отделе литературы, которая рассказывает документальные истории человеческой жизни. В 2014 году на базе клуба в библиотеке появился отдел духовно-нравственной культуры. Сначала фонд отдела сформировали из книг, которые уже были в библиотеке. Сейчас сюда поступают все новые и новые экземпляры. Это искусство, это религии мировые, в первую очередь, конечно, православие. Дальше по педагогике, по психологии у нас здесь материалы, философия. Ну и, конечно, православные журналы. Вот на данный момент фонд наш составляет порядка трех тысяч книг. Клуб любителей православной книги активно сотрудничает с Саровским благочинием. Каждая встреча проходит при участии отца Сергия Скузоваткина. Последние мероприятия организаторы посвятили памяти Архимандрида Павла Груздева. За новостями и анонсами клуба следите на сайте библиотеки имени Маяковского, а также в группе «Православный Саров» ВКонтакте. Светлана Юрунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Сделать изучение языка интересным и нестандартным решили организаторы клуба любителей английского языка «Фокс Вокс» в Саровском физико-техническом институте. Ребята обсуждают книжные новинки, разговаривают о культурах Англии и Америки, проводят различные мероприятия на английском языке. В таком формате клуб работает пять лет. Первое собрание было посвящено Стивену Кингу, его творчеству. Мне очень близок жанр ужасов, и я поделился своим интересом с остальными. И потом, в дальнейшем, мы начали организовать новые мероприятия, начали проводить встречи по «Властелину колец», по «Игре престолов». На прошлой встрече студенты второго курса института направление «Специальное машиностроение» рассказывали первокурсникам о своей производственной практике. На английском языке сделать это было непросто. Но чем сложнее задача, тем интереснее работать и учащимся, и самим преподавателям. Ребята могут услышать как раз не только преподавателей, но и своих ровесников. Они могут задать вопросы на английском языке не в рамках предмета, не в рамках того, что их там дернут или скажут, неправильно сказал, неправильно спросил, а то, что им интересно. Сегодня ребята задают разные вопросы. Почему, например, докладчик выбрал именно эту тему презентации, а не другую? Клуб любителей английского языка «Фокс Вокс» также проводит мероприятия и для школьников. Организаторы ждут на своих занятиях всех желающих. В планах у клуба – сотрудничество с молодежным центром и библиотеками города. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Доброму отношению к людям и миру мультстудия «Кадрики» решила посвятить свой новый мультфильм. Прежде чем начать работать, ребята поразмышляли о том, что значит быть добрым, и какие хорошие поступки они сами сделали в жизни. Мультфильм «Что такое доброта» – необычный. Он выдержан в одном цвете, а все фигуры дети сделали из картона. Мы выбрали необычную технику, то есть в этот раз мы отказались от рисования. Нам хотелось, чтобы мультик был лаконичным, красивым, и чтобы он отражал то, как можно изобразить в визуальном формате, как в человеке появляется добро. Юные мультипликаторы и преподаватели работали над новым выпуском в течение двух месяцев. За это время ребята успели себя попробовать и в качестве журналистов. К мультфильму они сняли еще и сюжет о Серафиме Саровском на Дальней Пустынке. Таким образом и репортаж, и мультфильм дополняют друг друга. «Была проведена очень большая работа, чтобы рассказать про этого святого не церковным языком, а детским, чтобы донести до ребят школьного, младшего и до школьного возраста основные его жизненные позиции, установки. Сам мультфильм участники студии сняли по стихотворению Ирины Полюшко. Это произведение простым и понятным языком рассказывает, что такое доброта, а также хорошо отражает размышления ребят по этому поводу. Сюжет как раз вот эти маленькие моменты из жизни, в котором ребенок, человек может проявить доброту в своем сердце. Он коротенький, и каждому с четверостишью ребята придумывали собственный сюжет. То есть кто-то чинил заводного цыпленка, помогая сестре. Мультфильм «Что такое доброта» снят в рамках проекта «Цикл передач Кадрик ТВ» при поддержке территории культуры Росатома. Следующий выпуск «Мультстудия Кадрики» посвятит теме сказок. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Марафон добрых привычек – акция, которую Клуб Инсайт приурочил ко второму этапу всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Волонтеры раздавали флайеры, объясняли, как бороться с вредными привычками и развивать хорошее. Также добровольцы приглашали всех желающих поиграть и найти среди букв спрятанные слова. Затем во всех объединениях молодежного центра прошли беседы о здоровом образе жизни. Основной упор делали на профилактику наркомании. Суть этой акции – рассказать окружающим, что при преступлении нужно обязательно сообщать. Нельзя ни в коем случае вестись на какие-то уговоры, не поддерживать вредные привычки и соблюдать здоровый образ жизни. Такие акции Инсайт проводит каждый месяц. Задействованы в них все участники клуба. София Комкова – одна из активистов Инсайта. Сама ведет здоровый образ жизни и хочет побудить окружающих последовать ее примеру. Это действительно полезно. Это несет пользу обществу, потому что в здоровом обществе – здоровая страна, здоровое государство. Здоровый образ жизни, в моем понимании, это здоровое питание, здоровый сон. То есть, когда все в меру, все сбалансировано, когда отсутствуют вредные привычки или они снижены до минимума. Время вынужденного перерыва участники используют, придумывая новые акции и проекты, чтобы приобщить к здоровому образу жизни как можно больше горожан. Елизавета Ляпина учится на третьем курсе Саровского физико-технического института по направлению технологии специального машиностроения. Помимо учебы, девушка успевает активно заниматься и спортом, лыжами и бегом. В этом месяце Елизавета защищала честь города на традиционном соромовском легкоатлетическом пробеге. Она стала победителем в абсолютном зачете среди женщин на дистанции 20 километров. Непривычно бежать эту дистанцию. К тому же еще по асфальту, так как я занимаюсь лыжными гонками, все-таки привыкла бегать по пересеченной местности. Здесь был асфальт. Выиграла я у второго места всего лишь 20 секунд. То есть, была довольно-таки упорная борьба. Елизавета занимается в спортивной школе Олимпийского резерва «Атом» у заслуженного тренера России Николая Седова. Тренер – это важный человек в жизни каждого спортсмена. Николай Евгеньевич постоянно мотивирует ученицу на новые достижения, поддерживает ее во всех начинаниях и заставляет верить в себя. Очень хороший человек. Он для нас как второй отец, для тех, кто занимается лыжными гонками у него. Спасибо ему. Он нам прививает желание заниматься спортом, любовь к нему, достигать успеха в спорте. Спорт – это жизнь. Елизавета считает, что физическая активность нужна не только спортсмену, но и каждому современному человеку. Спорт поддерживает здоровье и хорошую форму. Даже если обратиться к истории, то человек же сначала собирал ягоды, он охотился на животных, то есть он очень много двигался. И я считаю, что даже сейчас нужно двигаться, нужно заниматься спортом, бегать, плавать, кататься на лыжах. В Сорумовском пробеге Елизавета соперничала с участниками из Нижегородской, Кировской, Ленинградской, Владимирской областей и Подмосковья. А сейчас девушка активно готовится к открытию лыжного сезона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова